он похудел на 25 килограмм говяжий фарш бокс для двоих поехали всем привет начинаем новый влог у нас тут появился котенок соседский привет не переживай сейчас сейчас она привыкнет я думала и нужно его тарелку все-таки нет там с пачки водичку моей организовали ее зовут брауни вот здесь попить водичку это водичка то это же хорошо она громко так урчит у лёш там совещание идет но почему-то она мешает кошечка классная ласковая урчит если с ней не играть кричит сейчас ну что ты платишь может конечно у нее стресс я все понимаю вот этим шнуром мы пытаемся не мешать лёша работать громко прям резал кричит вообще не стесняется ну ладно пусть мой халатный пояс уйдет на твое благо когтистая какая ну так приготовила пирог свой стандартненький такой обычный у нас планы сегодня быть и спортивный зал так уже вечер мы заехали за продуктами общественно домой приедем расскажу что по ценам взяли вот это в магазине карфур хлеб стоит 13 50 цен в рублях все напишу на экране сейчас не буду переводить это было в карфуре больше там ничего не брали дальше следующий магазин спин из можно называть его это иначе лёш например называет в общем-то свин из в общем взяли там яйца цена яиц 1125 за 15 все пока говорю в дирхамах рубли должны быть на экране две упаковочки с рыбой за упаковку 1450 это лосось подкопченый дальше что у нас здесь я собираюсь готовить ленивые голубцы говяжий фарш 29 дирхам за полкило и еще одна такая же пачка здесь сколько тоже 29 дирхам сыр филадельфия я его ем на завтрак филадельфия light цена 1150 дирхам это сметана я ее тоже к ленивым голубцам дела сейчас остальные овощи покажу цена сметанки 650 следующий пакет у нас в виде рюкзака вот такой сыр чеддер здесь 200 грамм 10 слайсов 1850 еще один сыр это все для завтраков ой смените гауда 1550 морковь голубцов завтра буду их готовить 650 за килограмм здесь 405 грамм на 263 морковочки килограмм риса басмати 19 дирхам стоит мне кажется дороговато на весел рублей переводить так вообще будет что-то не то томатная паста вроде бы она испанская стекле просто меньше я ничего там не нашла за 1250 я положу 1250 за килограмм здесь 340 грамм 425 получилось за 2 перчика яблочки так это лёшку взял здесь я обычно беру зелёные кислые здесь у нас 1450 за килограмм они идут луковица такая большая луковица я чуть не стала набирать взяла одну за килограмм 950 здесь луковица на 475 грамм 451 вот такая немаленькая луковица огурцы и за килограмм 550 а здесь больше килограмма 657 вышла на 385 за килограмм 450 вот такая закупка здесь из спинуса на 4 на 214 71 получилось ну и плюс хлеб который я озвучил вначале на 1350 общую сумму выйду в рублях на экран у нас после амана жутко грязная машина поэтому вот сейчас есть время и мы приехали на автомойку стоим в очереди здесь кстати существует система штрафов если какая-то грязная не убранная машина сейчас кстати уже скоро прям время ложиться спать ну другого времени нет нас уговаривали пойти на другую мойку какую-то более более дорогой ну нам достаточно и там ее прям машины поднимают или честненько машину поднимаются между может как вот как в россии в россии не поднимают ну скверхером вообще не знаю как в россии мой цвет ни разу не видела мне кажется а ну родительскую да только если промывают хорошенечко на сначала облили водой теперь нас облили шампунем теперь наверно будут смывать шампунь потом будут смывать лишнюю воду все нас просушивают так скажем феном почти готова наша красавица сейчас поедем домой сегодня уже следующий день я сейчас собираюсь из скупленных вчера продуктов готовить ленивые голубцы настроение проснулось утра отличное хотя у меня что-то творится с организмом то ли акклиматизация то ли что пухают глаза кожа вся покрылась неприятными какими-то штуками но в общем не буду на этом конечно акцентировать внимание несмотря на что я как бы бодрюсь и продолжаю тестировать дайсон мне постоянно прилетает комментарии на видео с обзором дайсона как его можно его работу закрепить улучшить я как бы не сдаюсь вот пытаюсь и решила сегодня быть прям думаю если накрутилась то и рубашечку стоит накинуть на волдыри заказала офигенный рубашка мне такая в цвете розовом нежном вот черная по 800 рублей для дома такая красота просто вообще ну конечно я в них и на улицу бывает выхожу на дом мы прям общались вот так что у нас отмечаем что-то нет еще мы с ним часто тестировали микрофон у меня новый микрофон тоже ствайлдберрис за 700 рублей я про все решила после закупки уточнить цену тестировали как он работает я не знаю вставлю ли этот момент мы проверяли насколько он пишет звук возле нахождения непосредственно с одним микрофоном и в дальней части комнаты страшно очень страшно сейчас будем готовить ленивые голубцы потом нам нужно будет поехать узнать насчет моего легализации моей в эмиратах так как я сейчас нахожусь здесь по туристической визе и до этого я жила по туристической визе мне просто продлевали потом прошло сколько-то там дней не помню сколько с момента получения первой туристической визы потом вот я заехала там просто так просто не заедешь без определенного промежутка и сейчас мне нужно будет делать как вид на жительство я так понимаю но я его буду получать мужу нужно будет поехать эти документы и потом мне нужно будет проходить медосмотр идти на в общем прокатывать пальчики или что-то такое биометрия биометрия вот такие наши планы на ближайшие несколько месяцев все-таки давайте делать уже эти ленивые голубцы я купила рис купила капусту отварила рис сейчас мне нужно порезать и отварить капусту и собственно фарш у меня уже готовы как-то правда чересчур много риса отварила я не знаю для кого такая это я конечно переборщила будем резать капусту а то я могу еще на минут 20 рассказать что происходит такая интересная капуста наверное она очень нежная аккуратненько порежу и минут пять буквально проварю не больше я знаю что ее можно конечно залить кипятком и оставить но я решила проварить как собственно делает моя мама капусту с водичкой на огонь и нужно подсолить теперь я хочу сделать зажарку из лука и моркови часть можно будет добавить наверное фарша часть просто посмотрим сейчас вся морковка будут вокруг на подсолнечном масле сейчас я обжарю лук и морковь чуть-чуть на капуста уже почти готова откину на душу от как куточка масло еще не сильно раскалилась и приступаем к лучку обожаю вот этот запах жареного лука ну и сюда же отправляю морковушку это вот всегда вопрос как удобно или чтобы всем все было видно поэтому это может казаться не сграбно пока суть до дела мне тут пришла доставка но я позже покажу что обнаружила что у меня нет глубокого тазика поэтому буду все смешивать в кастрюле так кладу сюда капусту я ее кстати под водой промыла чтобы она побыстрее так скажем остыла ой чувствую порция у меня конечно будет не детская собственно сам фарш получится получится что я кладу сюда килограмм фарша как вы думаете надеюсь это будет много пахнет хорошо сюда же у нас идет морковь с луком думаю все положил вопрос по рису остается открытым если этого количества будет недостаточно добавлю еще и яйца нужно два яйца думаю будет самый раз раз два специи конечно соль черный перец можно добавить паприку я добавлю соль и перец и возможно паприку честно говоря я впервые готовлю ленивые голубцы обычные голубцы да норма а вот такие нет ой боже не пересолить и не испортить равно к соли к определенной привыкаешь и потом путаешься до этого же я как-то готовила с этой солью перемешиваю кольца сняла перчаток нет поэтому вот вот прям так кажется моя стратегия готовить каждые два-три дня разрушена потому что ну за два дня да даже за три мне кажется вот такое количество не съедим сейчас давайте сделаем соус я вчера приобрела томатную пасту ее немножечко выливаю ну хотя я и вылила не немножечко вас обманул и сметану воду и соль кладу сметану ни на что не отвлекает делаю на глаз и если что-то не хватит значит буду добавлять процессе главное не пересолить нормально нет ли у меня какого-то видишь это значит воспользуюсь вилкой можно добавить сюда конечно ложечку муки чтобы это был более густой соус но я так делать не буду кстати фарш можно еще чеснока надавить или сухого чеснока подсыплю сейчас посмотрим наконец-то приступаем к формированию голубцов угадала у меня сегодня такая металлическая штучка осталась я думаю лёша всех пустил на лазанью ну да ладно я смачиваю руки мне кажется так будет меньше вот это все дело ко мне приставать и формирую голубцы не сильно маленький как ты думаешь нормально подходит для наших ты думаешь влезет это все или нет не влечь я тоже так думаю думаю что это все можно обжарить на сковороде и просто потом потушить на сковороде также в воде ну с тем же соусом что получилось думаю будет еще не один поднос с такими голубцами заливаю все это соусом который который мы с вами сделали и отправляю в духовку на 40 минут при 180 градусах поехали лёша пошел за еще другими подносами потому что все-таки парша этого много я хочу показать что мне пришло но вы наверное уже видите это гладильная доска у меня такой большой мне кажется и крепкой но надеюсь что она крепкая никогда не было массивной я все время гладила на кровати потом мне там такая маленькая была досочка но это не очень удобно заболела спина или штука ну что давай тогда купим чтобы ты гладила так сказать свое удовольствие в свое домохозяйское удовольствие красивая расцветка как-то это слишком наборную стойку похоже высоковато наверно опускается да 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 вот так уже получше класс ну что с покупкой меня мини закупка из карфура кофе нес кафе картадо 39 45 дерха сметанка 780 вот это и формы говорит побольше не было взял такие они 13 25 сколько тут штук 10 распределила контейнером оставшийся фарш ну это прям даже можно сказать тянет на заготовки если это заморозить и потом просто сделать соус залить и запечь но у меня к сожалению не очень большого размера морозильная камера поэтому я это сейчас второй порции все отправлю в духовку готовы голубцы вторая партия в духовке я еще решила сделать немножко вафелек притащила я таки вафельницу из москвы заказывала на валдерис такие пробные с фитпарадом мне нравится ну так мы приехали в центр где мне начнут делать документы здесь рядом находится музей дубая в форме какого-то такого кольца в этом внутри еще по моему не были вот там мостик я вижу и люди на этом мостик стоят музей будущего я после тренировки сегодняшняя снова попыталась что-то сделать с волосами с помощью дайсона у меня как-то я все равно не теряю надежду кстати я говорю после тренировки у нас утром была тренировка это маленький кусочек стила сейчас реальный день просто очень солнечная я закрываю иногда бывает шторы у нас как-то налаживается график после новогодних всех праздников и мы решили ходить каждый день по я пять километров лёша 7 какую-то часть времени из этого часа мы бегаем после того как мы прошлись тренируется либо он я иду домой потому что я прошла свою как бы норму шагов сама я тренироваться пока не способна я пыталась честно но это неэффективная непродуктивная я вообще еще не готова к самостоятельным тренировкам поэтому мы тренируемся день через день точнее день как я уже сказал лишь тренируется сам на следующий день мы точно так же ходим час бегаем и он остается и тренирует меня сегодня у нас была такая утренняя тренировка знаете почему знаете почему самый странный повод потому что вечером мы решили поесть пиццу и ровно нам некогда будет идти на эту тренировку а сегодня тренировка моя у меня сегодня была тренировка груди как бы это не звучало но я думаю те кто ходит спортзал понимаем что там можно разделять на ноги спину грудь еще там какие-то наверное есть разделение у меня пока было только три вида тренировок поэтому я и говорю что у меня сегодня была грудь я качала себе грудные мышцы я всегда думала что я такая спортивная потому что я студенчестве занималась танцами что я там такая вся активная что мои руки не сосиски оказалось что я очень сильно ошибалась вот сейчас я это примерно как-то вот так ощущаю то же самое с ногами то есть я сейчас перед перемещаюсь по комнате и делаю ух ах и все в этом я не знаю что я так села я просто ближе как бы к вам готовить мне ничего не нужно мы вчера приготовили в этом афганском казане безумно вкусную картошечку с курицей с перцем с помидорчиками с грибами с луком с чесночком но есть мы их и и сегодня не будем завтраки я свои показываю в телеграм-канале иногда каждый божий день я им утром замоченную с вечера холодной водой гречку 80 грамм гречки я нарезаю зеленое кислое яблочко это все по рецепту моего отца он похудел на 25 килограмм просто скажу что у него классное питание блин я ухожу в другую тему я расскажу давайте как я завтраку гречка яблоки нарезанные туда яблоки предварительно разогретые в микроволновке также я добавляю иногда туда чуть-чуть сливочного масла потому что нужны полезные жиры нашим всем организмам добавляю туда ложку творожного сыра или там любого сыра филадельфию я в основном добавляю и что еще и одно яйцо и вот я с конца октября как я уехала к родителям в казахстан прожила там с ними потом уехали в москву еще там месяц или сколько я пробовала и по сегодняшний день у меня один и тот же завтрак который мне не надоедает и вообще не не знала что я смогу есть таких количествах гречку и меня будет про полностью просто все устраивать в плане завтрака еще я подсела на ромашковый чай привезла его с собой потому что здесь он по моему какой-то дороговато получается несколько пачка я прям притащила но сейчас конечно я расслабилась и черный чай как-то мне иногда хочется и даже кофе бывает выпиваю никак без этого а второй прием пищи это я так не рассказываю вам про свои питания меня хоть какой и пирог может быть и что-то вот в этом казане приготовленное могут быть мантушки и плов и какие-нибудь вообще все что угодно неважно что обращалась как-то к специалистам гастроэнтерологом которыми скажешь меня есть 6 раз в день маленькими порциями но это все мне не подходит и вообще это плохо влияет на инсулинорезистентность каждому мне кажется предложению можно раскрывать целую историю в общем сейчас примерно такой режим у меня ничего не болит как раньше болела в плане желудка все тут-фу-фу нормально я пью много воды теплой воды возможно кому-то это информация была полезной вот и вечер наступил впервые здесь заказываем роллы сейчас еще лёша любит пиццу подъедет пицца доказали через приложение карим 164 дирхам это с 20 процентной скидкой называется суша давайте смотреть вместе черные салфеточки есть это морковь морковный салат можно было добавить что-то бесплатно заказу мы добавили морковь и капуста палочки ну пока все как бы все что должно быть есть соевый соус бутылечках так чашечки для соевого соуса имбирь тороплюсь имбирь васаби коробочка бокс для двоих ух ты блин классно как выглядит маленькие аккуратные и такая надпись здесь идет я люблю роллы может быть какие-то отличаются от тех что у нас бывают хотя везде вот я говорю у нас бывают роллы по-разному делать в томске например всегда было много начинки они были очень аккуратные в москве тоже разные роллы можно встретить но эти вроде бы ничего меня остановили того что привезли пиццу лёша пошел магазин нужно купить огурцы правильное питание нет конечно огурцы такая вещь правильное питание неправильно огурцы надо есть еще одна пицца мне кажется на что-то там что-то похожее такие скрылись вот здесь картошечка сейчас все его дождусь его открывать все скромники пэпэшники зожники накрыли стол сейчас будем есть кто тоже сейчас будет есть приятного аппетита увидимся с вами в следующем влоге пока пока а